Привет, друзья! В этом видео показываю вам отель Комфорт Спорт 5 звезд, так что подписывайтесь на канал, чтобы быть в курсе полезной информации, чтобы все путешествия ваши были только с положительными впечатлениями. Погнали! Тут я оставил специально звук ветра, чтобы развеять мифы о безветренной бухте Шарксбэн. Итак, ребят, зашли мы в пол отеля. Просторный, большой, много людей. И вот слева у нас находится такой вот скромный ресепшн, где туристы регистрируют свое проживание. Значит, время заселения 14.00, выселение 12.00. В Холле нас встречают скромные живые цветы. Да, лилии немножко уже осыпались, но отель постарался встретить своих туристов все-таки живыми цветами. Дальше. Справа у нас небольшой бар, я так понимаю. Вот такой вот здесь лобби-бар у отеля Concorde. И выходим, ребят, на террасу. С террасы у нас вид на территорию отеля. Видим бассейн с горками. Видим какую-то аппликацию с... Должен быть, наверное, водопад, но, видимо, ввиду экономии оно не работает. Ладно, пойдемте дальше, прогуляемся по территории. Посмотрим, как это все выглядит. Итак, дальше. Пока я вам показываю территорию отеля, хочу рассказать некоторые моменты и нюансы по отелю. И первое, с чего хочу начать, это именно с ветренности. В начале видео я вам показал, вернее, вы слышали звук ветра перед тем, как я зашел на территорию отеля. Так вот, на территории отеля ветер ощущался тоже достаточно сильно. И это в бухте Шарцбэй. Хотя, если взять по сравнению с другими отелями, в других отелях я не ощущал такого ветра, как именно в Concorde Sport. В фронте ветерок тоже ощущался, но уже не так сильно. В общем, дальше, пока я буду вам показывать территорию отеля, обратите внимание на пальмы. На пальмах это очень хорошо видно. Еще одно, что хочу обратить ваше внимание, это на состояние территории, а именно на ее эстетический вид. То есть, в принципе, за территорией, с одной стороны, ухаживают, то есть она не грязная, но она уже старая. И визуально это очень хорошо заметно, особенно по этим декоративным водоемам. И, кстати, в отеле нам сказали, что пока что реновацию проводить территорию не собираются. И сразу отвечаю на самые часто задаваемые вопросы. Значит, Wi-Fi. В лобби обещают бесплатно, а вот в номере уже за доплату. 11 гигабайт за 25 долларов. По концепции, гости отеля Sport кушают только в ресторане своего отеля. На первой линии они могут пользоваться только пляжным баром. По бассейну, значит, тут он один и его обещают подогревать в зимний период. Есть три горки для взрослых и одна для деток. И по браслетам. Одевают браслеты в 11.00, срезают в 12.00. Если приехали туристы рано, то можно только попить кофе, либо чай в лобби-баре. А пообедать после выселения можно только в итальянском ресторане. Так, указываю вам санузел. В принципе, небольшой. Есть ванная с такой вот шторой, душевая в ванной, умывальник, косметика, чистый унитаз и фен нового образца. Дальше за санузелом. Наследует сам номер. Смотрите, это номер на троих. Он немножко побольше размером, чем стандарт. Есть телевизор. Да, три кровати, я вам уже сказал. Все чистенько, все нормально. Вид из номера у нас на территорию. Тут, условно говоря, вот такая небольшая терраса. Пара стулов. Ну, вернее, три. И маленький столик. Что касается пляжа отеля Concorde Sport. Значит, смотрите. Гости этого отеля пользуются пляжем первой линии, то есть отеля Concorde Front. Поэтому, чтобы не делать это два раза, я сделаю полный обзор пляжа в другом видео, в обзоре отеля Concorde Front. Там я, естественно, покажу все в деталях, покажу, как выглядит пляж, покажу, как выглядит понтон, покажу, как выглядит спуск с понтона в водичку и даже покажу, как же выглядит домашний риф на этом пляже. То есть, то именно зачем большинство туристов и едет на отдых в Шарм-эль-Шейхе за неповторимой красотой Красного моря. Все это можно будет посмотреть в следующем моем видео обзоре отеля Concorde Front. После того, как видео будет готово, я постараюсь добавить ссылку на это видео в описании к этому видео. Так, ребят, ну давайте я вам все-таки скажу свое мнение по отелю Concorde Sport 5 звезд, который находится на второй линии. Сложно мне сказать. В общем, что по состоянию. Состояние оживает уже глубокой реконструкции. Нужно обновлять там много чего по территории. То есть, это все чувствуется, это все видно. Ребят, то, что я видел, как бы, ну, глаз не радует. На качество отдыха. Может, кому-то не влияет, мне бы не повлияло. Вот, дальше. Номер. Номер нормальный. Тот, что нам показали нормальный, возможно, есть и в более хужем состоянии. Ну, тот, который нам показали, лично меня устраивает. Поэтому за номер сказать плохого ничего не могу. Тот, который я смотрел. Значит, питание. Питание тут я не кушал. Поэтому, если вы здесь отдыхали, напишите в комментарии, что вам понравилось, что не понравилось. По питанию. Значит, ветер. Ребят, нереально сильный ветер был возле бассейна. Зимой это будет холодина. Если подует ветер, у вас и на пляже будет дуть ветер, вам будет холодно. И еще и возле бассейна вам тоже будет холодно. Поэтому, однозначно, как бы, зимой это не вариант вторая линия. И, собственно говоря, как бы, со второй линии на первую линию ходит шаттлбасс. Его частота зависит от загрузки отеля. Но, опять, нам сказали каждые полчаса. Но это все относительно. Поэтому, ребят, готовьтесь, что это именно информация не самая объективная по расписанию шаттлбасса. Пляж. Пляж у них общий с Конкорд Фронт на первой линии. Пляж мне понравился. Есть лагуна для детей. Взрослому там по колено. Все отлично. С берега можно зайти ребеночку и поплавать. Ну, не поплавать, а поплескаться здесь возле берега. Понтон короткий, 30 метров. Коралловый риф есть. Буду монтировать видео. Скажу вам свои впечатления. Лично видел рыбку, которая называется Рыба-хирург. Возле понтона плавала рядышком. Также там еще куча рыб плавала. Ну, и риф я тоже видел с понтона. Я не нырял, я снимал с понтона. Поэтому все озвучу при монтаже. Рекомендую или не рекомендую? Ребят, это ваше дело. Выбирайте, либо не выбирайте этот отель. Я не могу его рекомендовать и любой другой отель, не зная кому и что. Поэтому лично состояние по отелю, говорю, слабенькое. Сами выбирайте. По стоимости, если он нормальной стоимости идет, в сравнении с другими отелями его можно выбирать. Но только в сравнении с другими отелями. В общем, ребят, на этом все. Пишите в комментариях, если вы здесь отдыхали, либо не отдыхали, а хотите отдохнуть, задавайте вопросы. Постараюсь ответить. Кто отдыхал, напишите, когда отдыхали, как была эта вся погода здесь, как вы это все переносили. Если вы отдыхали зимой, было ли ветрено, либо не было ветрено. Вернее, было ли холодно, либо не было холодно. Ну, либо когда вы отдыхали, летом, весной или осенью. Напишите, как здесь питание. Если вы кушали, поделитесь вашим мнением. Я его обязательно почитаю. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал. Кнопочка подписаться внизу под этим видео. Жмите на колокольчик. Смотрите видео. И вы будете в курсе самой объективной информации, чтобы все ваши путешествия были только с положительными впечатлениями. До новых встреч, друзья. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok